Клуб для пожилых людей «Золотая осень», создателем и руководителем которого является Нина Николаевна Манелес, существует с 2012 года. Сюда может прийти любой желающий. Очень потребовалось, востребовано было объединение людей старшего поколения, многие из которых потеряли своих близких, и многих из которых не было по существу центра общения. Кроме всего прочего, актив клуба к значимым датам выставляет разнообразные стенды. Дата крещения Руси 28 июля. К этой дате мы решили сделать такой стенд, чтобы можно было бы показать молодому поколению, что действительно, как христианство зарождалось на Руси, как это происходило, кто крестил Русь. В клубе несколько комнат, каждая отведена определенной тематике. Работая директором Дома культуры, Нина Николаевна собрала большой архивный материал, рассказывающий о культурной жизни поселка. Это такое было хорошее время. Почему? Потому что прежде всего был заключен у нас договор с музеем космонавтики. Этот музей к нам постоянно направлял космонавтов. Марина Попович, когда к нам приехала, она такая интересная, она, во-первых, все рассказывала, она читала свои стихи, она настолько, вот она как будто бы у нас жила здесь, и мы ее знаем в спокойном веке, как говорится, с детства. Настолько вот очень человеку, очень удивительно. На стенах много фотографий, рассказывающих и о деятельности клуба пожилых людей, одним из главных направлений которого является патриотическое воспитание. Мы специально сделали эти стенды с биографией, но, к сожалению, очень мало осталось. Теперь только три женщины, которые у нас ветераны войны. Все остальных нет. Но мы теперь еще хотим, чтобы обязательно на кладбище ехать с детьми, чтобы убирать могилки весной у них. Это у нас обязательно будет такая акция. Руководитель клуба вместе с активом мечтает о создании альбома «Дети войны», в котором будут описания детских страданий, теперь уже пожилых людей. Нина Николаевна сама в пятилетном возрасте испытала все ужасы войны. Молодежи теперь рассказать. Для того, чтобы они знали, что мы, русский народ, можем вытерпеть все, даже дети, которые никогда в жизни не предадут никого ничего. Вот патриотическое такое воспитание. В августе у Манели с Ниной Николаевной большой юбилей, с чем мы ее сердечно поздравляем. Людмила Медведева и я, Адамия, Елена Ковшлева, Видное ТВ.